Поговорим о всем том, что у нас произошло в 2018 году, насколько много крутых, интересных обновлений у нас произошло, что у нас было вообще в принципе в киберспорте, насколько там все у нас поменялось, ну и вообще пройдемся по очень многим интересным обновлениям. И всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, и сегодня я записываю финальный ролик с 2018 года. Как же давно я хотел записать такого рода ролик, и наконец-таки это реализуется, и это все дело записывается. Итак, о чем же сегодня мы поговорим? Поговорим о всем том, что у нас произошло в 2018 году, насколько много крутых, интересных обновлений у нас произошло, что у нас было вообще в принципе в киберспорте, насколько там все у нас поменялось, ну и вообще пройдемся по очень многим интересным обновлениям. Не спроста я зашел сейчас в Джиггернаут, и хотел бы я начать, конечно же, с этого режима, с этого открытия, можно так сказать. Это реально тот самый режим, который, по моему мнению, был наилучшим в 2018 году. Понятное дело, что он изменился, и понятное дело, что сейчас он уже не тот, и не такой уж интересный, как был раньше, но все же данный режим заставил меня, можно так сказать, даже принудительно играть в него около двух, даже может трех недель вообще просто без перерыва. Это было отличное время, это был офигенный формат, который сейчас немножечко по-другому уже работает, и не так уж уже интересно в него играть. Но все же он имеется, и это определенный плюс, который у нас появился в 2018 году. Если уж говорить про Джиггернаут, нельзя не сказать про матчмейкинг, который, по сути, изменил очень многое в этом году в нашей игре. Реально изменился, по сути, по сути дела, вообще, в принципе, весь баланс, можно так даже сказать. И я забыл про ББП. Просто забыл. Что сделал матчмейкинг? Он заставил меня забыть про мои любимые точки ББП, про полигончики, которые каждый день мы играли, каждый день мы получали колоссальное удовольствие от него. Но матчмейкинг делает чудеса, он меняет в своем роде именно такие любимейшие форматы. И таким образом у нас появляется новая система, в которую играют сейчас многие игроки. ББП умирает, и ни для кого не секрет, что уже в дальнейшем, я думаю, что вообще в него никто не будет играть, и это будет, как по мне, уже правильным решением. Почему именно так? Спросите вы меня, почему так матчмейкинг сильно влияет на все это дело? Если доработать данный режим, то я думаю, что ни у кого не будет никаких сомнений, никто не будет возмущаться вообще по этому поводу. Но нужно понимать то, что даже тот матчмейкинг, который сейчас у нас имеется в игре, является очень хорошим успехом проекта в 2018 году. Из очень таких больших и масштабных, наверное, таки обновлений я хотел бы выделить именно таки энергайзер, который по сути изменил у нас баланс модулей, изменил определенно в какой-то степени именно таки физику игры в 2018 году. И здесь я, наверное, тоже хотел бы сказать то, что я немножко удивился. Я не думал, что все именно таки будет реализовано в такой степени, и то, что в итоге не все так плохо и получилось. Я ожидал, что это, наоборот, повлияет сильно таки на баланс, на интерес игроков. Ну, а разработчики доказали мне обратное и доказали то, что они придумали что-то новое, что-то интересное, и тот вид заработка, который у них в итоге получился. Я сейчас плавно перехожу именно таки к контейнерам, с которых сейчас очень много чего можно интересного выбить и в которые сейчас очень много денежек вкладывается. Это тоже, безусловно, плюс, это тоже, безусловно, новая идея, которая появилась у нас в 2018 году. Если уж говорить про именно такие форматы боев, то здесь я не могу не упомянуть регби и штурм. Данные режимы также появились у нас в 2018 году, и что один, что второй режим до ввода матчмейкинга пользовался, с моей стороны, просто огромнейшим. Даже не то, что спросом, а мы просто не вылазили с данных режимов. Мы просто по КД играли что один, что второй формат, вплоть до того, что штурм приносил по Х3, если по отношению опыту кристаллов именно таки, заработка в игре. Это был нереальнейший фарм, и это были определенно новые эмоции, которых у нас до этого не было. И именно таки такие форматы, как регби и штурм, внесли новые коррективы в нашу игру, и в какой-то степени также изменили определенно наш баланс игры. Это, безусловно, плюс, я не собираюсь сегодня говорить о всех этих больших минусах, которые вообще, в принципе, имеются. Хотя, если честно, особо так про что-то там масштабное такое, фейловое, говорить даже и не о чем. За этот год я бы не стал бы выделять даже никакие фейлы, потому что, как по мне, они были какие-то мизерные, да, определенно какие-то баги встречались у нас в игре в этом году. Но это все не так уж плачевно, не так уж сильно, и не так уж все это дело влияло у нас на игру в данном уходящем уже году. Из разряда того, что у нас вообще, в принципе, могло получиться в этом году, я бы сказал, что под конец данного 2018 года проект шагнул определенно вперед. Придумал новую механику, новый ивент, даже если говорить про войну, которая у нас появилась, если сейчас говорить про челленджи, которые у нас проходят сейчас в игре. Это определенный новый уровень, который внос также дополнительный онлайн в нашу игру. И уж то, что в 2018 году, когда спад онлайна был просто неизбежен, под конец года он резко начал расти, для меня это, безусловно, успех проекта. И, безусловно, это отличный шаг на путь, можно таки сказать, исправления своих ошибок и вообще, в принципе, принятия правильных решений в дальнейшем. Я, честно говоря, в какой-то степени удивлен от того, что реально можно придумать в нашей игре еще много чего интересного. Можно придумать было Джиггернаут, супер крутой интересный формат. Можно было придумать новые режимы. Что касаемо именно таки скинов и всяких прочих этих движух, я говорить, конечно же, не буду. Это, конечно, тоже определенный вид заработка проекта, но, как по мне, он не настолько интересен, как именно таки все эти форматы, так как я придерживаюсь именно таки качественной игры, нежели красивой картинки. Можно таки сказать так. Также я не могу не сказать про все наши турниры, наверное, таки, которые у нас были в данном году. Но выделять тут, конечно, много, наверное, не стоит. Давайте пикнемся еще в одну каточку. Я думаю, что там мы куда-нибудь объективно хорошо залетим. Много выделять я не буду. Ну, единственное, что я бы мог выделить, это тот самый межклановый чемпионат. Это был довольно-таки успешный год, как по мне, наверное, один из лучших моих вообще годов в киберспорте. Определенный успех и второй чемпион подряд. Это сильно, это сильно, хоть и уровень вообще, в принципе, у нас в киберспорте сейчас, как по мне, уже не тот. Год и, как по мне, уже совсем не так интересен для аудитории данной игры. Но, что касаемо именно таки моих успехов и моих ощущений, то это был определенно отличный год, в котором получилось добиться того, чего я так хотел. Хотел не потерять данную краску, хотел остаться в ней и у меня это в итоге успешно получилось. Также хотел бы выделить устройства, которые внесли тоже определенные интересные коррективы в нашу игру. Дроны. Нельзя забывать про данные. Новый, ново-физический баланс. Это все определенные плюсы, это все определенные новые идеи и, как по мне, они также были неплохо реализованы в 2018 году. Что же будет у нас дальше? Что мы увидим в будущем? Многие говорят о новых овердрайвах, но, как по мне, это то самое, наверное, таки обновление, которое я бы не хотел видеть в 2019 году. Почему именно так? Данное обновление очень сильно повлияет на всю нашу физику в игре и кардинально изменит тот же матчмейкинг. Я не знаю, насколько верно будет принимать такое решение и вообще вводить такое обновление в игру. Оно очень спорное. И один факт того, что можно совершить очень-таки большую ошибку, меня очень сильно это все дело, конечно же, настораживает. Не знаю, что будет в итоге, выйдут ли у нас вообще все эти новые овердрайвы, либо же данное обновление закончится на той стадии, которой сейчас она вообще в принципе имеется. И ничего у нас с этими овердрайвами не появится, а будет просто, например, анимация на каждый танк. Что касаемо именно таких овердрайвов, это было бы логично. Иметь на каждый корпус определенную анимацию, но при этом, чтобы данные овердрайвы остались такими, какие они есть. Чтобы у нас давалось при нажатии данного овердрайва расходка, а также прожималась аптека вместе с миной. Что же касаемо, ребятки, физики и баланса нашей игры, то за 2018 год примерно балансировка пушек изменилась под знак равно, я бы сказал так. И по сути сейчас очень мало пушек, которые реально смотрятся плохо, реально проседают в какой-то степени, реально что-то на них там, например, неудобно играть. По сути сейчас все решают именно такие резисты. А тех пушек, от которых нет резиста у нас в бою, они играбельны. Ну, я имею ввиду именно таки по ходу боя, например, там от вас нет резиста, вы нагибаете. Если от вас имеется резист, вы поменяли на пушку, от которой нет резиста, вы также продолжаете нагибать. Здесь все очень просто и это не может не радовать то, что по сути главное это научиться играть на определенном вооружении и реализовать его сможет каждый, если будет понимать, насколько круто можно играть на той или иной пушке. Что бы хотелось бы добавить еще? Рассказать, наверное, таки про праздники и про новый баланс. Ну, даже не баланс, я не знаю, как правильно назвать то, что у нас получилось именно таки с золотыми ящиками, с теми метеоритами. Это тоже определенно новый ход, которого до этого у нас вообще в игре в принципе не было. Баланс. В плане появления новой какой-то механики с золотыми ящиками, это определенный также шаг вперед. И, как по мне, очень неплохая реализация данного момента с изначальными метеоритами, сейчас это у нас уже елки. Тоже, в принципе, все очень таки логично и грамотно сделано. Единственное, наверное, хочется только каких-то более увеличенных, наверное, плюшек именно таки в виде контейнера. Так как, понятное дело, что выпадение всей этой движни не такое маленькое, но все же на новый год хотелось бы видеть данное количество контейнеров в большей красе и в большем своем виде. Ну, это как игроку, который любит фаниться, это как игроку, который именно таки любит получать как можно больше позитивных эмоций. Безусловно, я не могу сказать ничего против, это довольно таки успешный год проекта и даже несмотря на то, что за походу именно таки данного года много игроков отказалось вообще в принципе от игры и в какой-то степени покинули проект. Определенно, кому-то не заходит, кому-то что-то не нравится, кто-то остается при своем мнении, кто-то понимает, что оно ему больше не надо, но все же, как по мне, это был успешный год и он внес очень много корректировав и очень много интересных обновлений. На этой позитивной ноте я хотел бы наверное таки закончить данный ролик, пожелать вам всем удачи в наступающем 2019 году, хорошо отпраздновать данный новый год и вообще в принципе получить как можно больше позитивных эмоций в данный приход нового года. У меня на сегодня все, всем спасибо, пока! Субтитры сделал DimaTorzok